Собственно, еще раз всем привет, добро пожаловать и продолжаем проходить QE. И сегодня начинаем, наконец-то, четвертую и финальную главу. Нет, не финальную, у нас еще и пилот. Предфинальную главу QE первого сезона. Там второй сезон уже потихоньку пошел, но до него еще дожить надо. Так что вперед, давайте начнем, давайте познакомимся с новыми девочками и посмотрим, что за история тут будет. Предыдущая группа была хороша, лучше, чем ожидалось намного. Интересно, что тут нам подвезут. О, господи. Бугага. Сегодня, воистину, прекрасный демонический день. Я ничего не понимаю, что ты несешь, но, наверное. Что ты делаешь, Рио? В чем дело, Рио? В чем дело, Рио? Ты опять с этой зловещей ухмылкой стоишь. Зловещей плохой ухмылкой. Ой, не говори плохих вещей обо мне. Можешь как-нибудь, я не знаю, обернуть свои слова в более мягкой форме, что ли? Какое дело, не значит, что это не так. Поэтому, в чем дело, что ты не можешь называть нас? К сожалению... Я не особо хорошо знакома с такими принципами. Как бы то ни было, почему ты нас позвала сюда? точно было точно я же позвал вас сюда по какой-то причине честно говоря я не помню что я там хотела вам сказать о нормально да уж какая она все-таки абстрактная личность ну нам же типа вроде сказали чтобы мы работали как команда насколько я помню и я начинаю думать о том что это действительно нечто очень важное с которым мы особо не справляемся ну да по сравнению с другими командами где там по 4 человека в команде у нас пока что тут только трое но по сути мы являемся так сказать отходами что остались после создания предыдущих групп и собрали собрали эти отходы типа в одну группу да совершенно верно у всех остальных команд есть какая-то концепция и какое-то направление развития а вот у нас ничего подобного нет к сожалению однако сильными мы в ночи будем чего ладно она несет иногда бред именно тогда раскроется наша подлинная личность ну если быть честными у нас особо каких-то индивидуальных характеристик что ли нету грубо говоря мы с ангелку ой грубо говоря мы являемся ну промышленными отходами дословно переводится данное большое слово или отброса производства ну так далеко я конечно бы не заходила бы ли он случае у нас как бы есть очень серьезные проблемы ну и чё будем с этим делать конце концов мы ограничены в том что мы можем сами сделать ну например для того чтобы увеличить количество членов не знаю там можно какие-нибудь флайеры развесить она имея рекламе еще их не группы типа ну и что ты хочешь написать на этих флайерах вообще ну как бы мы даже ни разу не работали как сей у нас вообще опыта нету рабочего да но такими темпами мы действительно будем просто промышленными отходами эль блю если да уж стать промышленными отходами индустрии сей у это будет интересно окей мне уже нравится эта группа по сути бездарь и хотя жили не настолько бездарь да уж когда ты только говоришь это имя я ощущаю какую-то боль так все хватит этих разговоров про отходы и так далее слушайте а как насчет того чтобы нам устроить ну сюрприз концерт мы устроить концерт и потом с музыкальными инструментами и так далее ну так как мы с ее мы можем только петь как верно нам просто нужно действительно заняться какими-нибудь активностями точно знаю я пойду к масаки саны и получу разрешение на данное дело а что насчет песен будем петь ты вообще что насчет оборудование ну да конечно каверы ну есть там парочку каверов на самом деле оборудование ну мы можем одолжить где-нибудь да уж устраивать сюрприз концерт только с подобными мыслями и вот так спонтанно я сомневаюсь что-то сработает ладно если хотите этим заняться занимайтесь вдвоем окей о ней рия так отлично как раз вовремя мне есть одно одна просьба который я хотел бы вас попросить о господи вызвали мой как-то сказать названный друг что ли заклятый друг как-то так окей она странное прозвище и использует по отношению к нам так подожди секунду просто говорим и наш менеджеры . вообще-то я сейчас занята мне в одну игру надо погонять так у меня вообще-то очень важный разговор к вам я тоже обязательно должна присутствовать а то мне нужно поспешить в библиотеку вернуть одну книгу что у них за отношения ко мне теперь понятно почему они подходы с таким отношением так сатоши ты можешь идти мне нужна только рия и имей хорошо ну тогда я пошла да до свидания окей ладно давайте перейдем к делу о чем мой профиль скорее это мое резюме так ну чё ребят как вам первые впечатления да и как мы видим они начинают втроём четвертое еще должно присоединиться чуть позже ну что это мой профиль резюме тут скорее так видишь там я обвел кое-что красным можешь переписать эти моменты так вы хотите чтобы я переписала свои любимые напитки и свое хобби о господи ну сама то прочти что там написано насчет твоих любимых напитков ну мой любимый напиток демоническая кровь живого демона нормально а что насчет хобби там написано так мое хобби чтобы люди умирали от моей порчи ну норм ребят ну там есть и много других вещей но в частности вот эти две вещи надо переписать почему я ведь честно написала все что мне нравится про себя но знаешь когда когда какой-нибудь режиссер или продюсер посмотрит твой профиль твое резюме как ты думаешь когда он увидит подобное резюме о чем он подумает какой прекрасный человек скажет он окей я так не думаю как бы ты не не хотела к сожалению все так не работает вот оно как да и вообще там написано про кровь живого демона что это вообще за кровь каких демонов ну как бы ну кровь живых демонов что тут непонятного это помогает мне сохранять свое тело в наилучшем состоянии что правда и это действительно твой любимый напиток есть еще что-то я крота окей я крота нет стоп подаль подождите не нужно писать я крота все все совсем по-другому мне другое нравится ну тогда что ну что-то помимо крови к само собой ну ну помимо крови ну этот как его сок из винограда виноградный сок виноградный сок а что насчет хобби так поскольку я существо что пришло из самого ада я люблю или я люблю уничтожать людей своей порчей серьезно ну шопинг короче шикарный диалог шопинг значит да ну это действительно по девичьи что не не подождите давайте по крайней мере это как-нибудь по-другому напишем напишем это следующим образом отдавая свое золото и серебро взамен я хочу получать прекрасные одеяния дабы надеть на себя вот эта фраза просто нечто прекрасно она придумала да ты хочешь такими словами это написать короче шопинг пусть будет ладно тогда шопинг и . я как бы само собой рия я уважаю твою индивидуальную личность и так далее но тем не менее ты должна понимать просто как бы если ты оставишь все как есть у тебя могут быть проблемы с тем чтобы получить работу ну это определенно будет представлять из себя проблему да лекарник поймёте ладно остальные моменты можно и оставить как есть а вот эти два моменты обязательно нужно поменять так что пожалуйста ну раз менеджер так настаивать на этом то ничего не поделаешь мне интересно что у 2 что она там написала если рио ты действительно хочешь оставить стать успешной с ее тебе нужно с этим разобраться ну мей у тебя тоже как бы есть проблемы не говори так как будто ты ни при чем мне тоже нужно переписать что-то своем резюме так ну пожалуйста давай посмотри сначала на свою резюме и также посмотри вот на моменты ну как бы тут помимо строк насчет хобби и особых навыков который является спать играть в игры и программировать ничего нету понятно то есть это вообще не запомнила потому что мне больше нечего писать ну ладно так не говори так тебе нужно там что-то написать должно быть что-то да мы в резюме вообще не имеет никакого значения что самое важное для любой сию это ее навыки и . так мей так неправильно так не пойдет если какой-нибудь режиссер или продюсер посмотрит на это резюме твои как ты думаешь что он подумает она один в один повторяет мои слова менеджера ранее так данное резюме должна помочь тебе мы как раз таки найти работу же очень важно чтобы там было помимо способности написано идут другие твои характеристики в этом резюме да она практически только что сказала то что я ранее ей сказал повторила мои слова короче я поняла раз среди так говорит я напишу так вижу что мей слушает то что говорит 3 ну ладно и так сойдет главное что послушал так предлагаю убедить ее что она суккубе что ты единственный мужчина в ее окружении ну салат по сути так и есть в данный момент даже убеждать не надо так ну ладно давайте смотреть что дальше у них ой как же тяжело заполнять резюме свое да когда дело доходит вот до таких моментов иногда ты сама не можешь понять себя когда нужно рассказать про себя собственно ну что правда но я тут кое-что еще взял с собой как раз для этого что такое что за книга введение в так введение введение психологическую психологические тесты ну что ж давайте займемся тем что более глубокого будем углубляться это ваша психология может быть это вам поможет узнать что-то про себя что вы не подозревали звучит интересно мей попробуем о господи мы с ним сейчас делать будем если рия хочет это сделать то давай сделаем однако вы не должны лгать или что-то скрывать Платье демонист симпатичный да они обе косплеерщицы как будто сбежали какого-то фестиваля мы никогда не лжу верно да конечно и понятно с ней ну что ж тогда давайте начнем собственно первый вопрос к тегами рига то что письме написано только слово спасибо от кого может быть это письмо письмо с благодарностью по сути письмо где написано спасибо но не думай слишком много об этом просто скажи первое что приходит тебе на ум человека которого я не знаю скорее всего это письмо от какого-то незнакомца ну в моем случае от моих родителей в моем случае это от кого-нибудь из родителей нет от обоих родителей ну я это особо не понимаю так ну что ж посмотрим люди которые отвечают что не этот незнакомца или не знает этого человека который послал письма это означает что эти люди с довольно с довольно учтивым нет это означает что это люди довольно учтивы как-то так или мыслит очень учтиво как-то так прямо в точку да уж этот в этом психологическим тесте по ходу я победил так однако если человек ответил что это от его родителей то это означает что у данного человека очень сильно развито чувство ответственности и поддержки связи с родителями и так далее так стоп 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 а да подождите секунду это это неправильно это неправильно да нет в точку так так ладно тогда меняю ответ это письмо от демона ой господи нельзя менять ответ уже это уже будет обманом ну тогда менеджер давайте еще один все понятно с ней ладно перед вами перед вами находится картина однако то что посередине так сказать закрашена чёрным закрашена чёрным а они даже сами нарисовать окей менеджер готова так человек который нарисовал очень много который нарисовал на картине линию горизонта что и его это что он нарисовал было нарисовано довольно неряшливыми линия линиями означает что это человек с сильной волей но сам по себе он довольно неряшливый что ли грубоват окей ну возможно в . так что это да возможно но это означает что у тебя очень сильная сила воли я тоже закончила рисовать как насчет этого так урия я вижу очень много диагональных линий это означает что данный человек довольно сверх сверх активная личность так сверх активная личность что это такое смысле ну как бы кстати да так но тут написано что данный человек имеет очень сильная сильную склонность к тому чтобы нарядить себя всякими разными украшениями а еще он любит лгать вот эти психологические тесты действительно пугающие так но исходя из этих двух тестов я имею очень сильное чувство ответственности и имею довольно сдержанный тип характера однако я люблю притворяется человеком которым не являюсь и лгать по сути ну слушайте вообще-то все так и есть да да совершенно верно прямо вся суть и истинной природы рия там есть еще психологические тесты что-то мне это не особо убедило я хочу еще так вот и продолжаем походу но я не против вы уверены тогда у меня есть тут и другие задачки если все пойдет такими темпами плохо кончится я должна сохранить свое демоническое лицо наш свой демонический образ можно еще ну походу скоро настанет конец этому демоническому образу наш ну что ж тогда я не просить не против приступить к другим задачкам это она серьезная очень хорошо давай их сюда я со всеми ими разберусь или я смогу дать отпор и стоять нас и останусь на своих двоих ногах против любого но она тогда первый вопрос ты гуляешь по лесу и столкнулась с животным что это за животное а кстати ребят отдавайте интерактив чик вы тоже в чате написан напишите ответ вот в данном в данный момент вот какое животное вы бы встретили в лесу от ассива оками к на его возможно можно загуглить что означает то или иное животное так медведь у кого как так ну да и моем случае так моем случае это руками а что в твоем случае карьер будет но смысле волк риса как я белочка так медведь сова окей так в зависимости от животного по идее можно узнать вашу скрытую натуру от ассива оками пиво ареста то не ну моем случае это волк а в случае рия это белка менеджер дальше следующий смысле короче понятно все с ними так ладно второй вопрос вы гуляете по лесу и наткнулись на дом насколько этот дом большой это очень большой дом а я столкнулась на очень маленький скромненький дом так размер дома является олицетворением того насколько у вас большая мечта значит урия очень маленькая мечта да менеджер дальше ребят у кого-то бомбит так третий вопрос в доме есть стол что находится на столе центры что короче на столе да сверху игровая консоль а у тебя так я же должна быть честный верно ну само собой давай скажи первое что пришло тебе на ум я круто я круто я круто я круто да блин что тут я круто вы это 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 или назвать такой конторы оказывается так у кого кусочек тлена мешок с деньгами волкой какой у вас разнообразие а Такого слова не существует. Так, ну у нас профайл завел. Есть схожее слово. Яку. Руто. Но это совсем другое. Это. Фейсбольная команда такая есть. Яку роту именно. Походу какой-то молочный сок что ли. Да, слушайте, есть вот такое. Окей. Вот как. Ну, я так и думал, что ты ответишь это. Так и знала. Ладно. Тогда последний вопрос. Натурат, нет, не шоколадная, а судя по то, что я нашел, с трудом еще. Клубничная. Кстати. Можно это аббревиатура от чего-то. Но словари я не нашел, посмотрел специально. Так, все, хватит, больше не надо вопросов. Так. С кем вы гуляете по лесу? Я совершенно одна. Без единого человека. Ну, я могу только об одном человеке думать. И кто же это? Я дома. О, менеджер-сан. Вы еще здесь? С возвращением. Ты хочешь тоже присоединиться к психологическому тесту? Что скажешь? О, да. Он действительно попадает в точку. О, звучит интересно. Тогда я с вами. Окей. Так, первый вопрос. Пока ты гуляешь по лесу, ты столкнулась с животным. Что за животное? Так, ну, животное, которое ты встречаешь, по сути, оно является олицетворением тебя. Хеви, да? Док-хеви. Так. Змию. Очень странную, страшную и ядовитую змию. У-у-у-у, господи. Класс. Так, второй вопрос. Короче, бродишь ты по лесу и наткнулась ты на дом. Какой он, насколько он большой? Снейк. Так, размер дома олицетворяет размер мечты. Дом, ну, я бы назвал это не домом, а зданием. Огромный небоскреб. Офигенно. Она еще подвоха не знает. Так, третий вопрос. В доме есть стол. Что на столе? Это, что сейчас самое хочется. Так. Это олицетворение того, что ты больше всего сейчас хочешь? Вроде. Да, да? Если же это читать, то все это в голову. А, понятно. Ну, там книга. Если ты прочтешь ее... А, там книга. Прочитав которую, ты сможешь узнать все, что касается этого мира. Кстати, вы там что отвечали насчет того, что на столе? Ну, вы поняли. Это то, что вы хотите прямо сейчас, оказывается. Итак. Секунду. Хорошо, перейдем к последнему вопросу. Кто с тобой бродит по лесу рядом? Один. Я ехал с одной. И, как вы? Как вы? Я одна. Я брожу совершенно одна. Ну, каковы мои результаты? Сатурин. Может быть, Сатурин. Может быть, Сатурин. Может быть, Сатурин. Возможно, Сатурин оказался больше демоном. Чем я? Окей. Так. Телефонный звонок от президента. Да? Алло? А? А что, правда? А что случилось? Эй? Продолжение следует. Так, отлично. Слушайте, по-моему, это был действительно интересный способ познакомиться с этими персонажами и их личностями. Мы очень многое узнали о них. Это было весело. Ладно, давайте сделаем небольшой перерыв. И... Дальше у нас пятый... Пятый эпизод. Продолжение следует. Пока что классно. Мне нравится. Мне нравится.